13.05 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько. Напротив меня руководитель клуба маркетологов Кировской области Алексей Обжерин. Алексей, добрый день. Здравствуйте. Это ваше особое мнение. Сегодня мы будем слушать. Надо сказать, что на сайте эхокирова.ру есть форма анонса, где может каждый наш слушатель задать вопрос спикеру, который приходит. Накануне мы ее выкладываем. И у вас есть там три вопроса. Они касаются вашей непосредственной деятельности, которая связана с брендированием города Кирова. Об этой деятельности очень многие знают, особенно кто следит за публикациями в интернете и, может быть, за вашим Фейсбуком. Знаменитая вятская роспись на домах и на входной группе в парк. Насколько мне память не изменяет, надпись Киров по советскому тракту. Победиловскому тракту. Она обсуждается, это ваша деятельность в течение всего времени, пока вы ей занимаетесь активно. Я даже посмотрела, отследила вчера в Фейсбук, там такие баталии разворачиваются, и претензий довольно много к этому. Поэтому обязательно эту тему затронем, тем более, что она, естественно, перекликается с тем поводом, по которому я вас, собственно, и пригласила. Потому что я внимательно следила за вашими публикациями в Фейсбуке с City Branding Forum, на котором вы только что побывали, в городе Урюпинске. Очень интересно. И сегодня мы выложили в блогах ваш текстовый письменный отчет. Чуть позже прибавим фотографии. Спасибо, что вы их прислали. Так вот, если позволите, я прямо процитирую вас из вашего блога. Как встретили профессионалы, вы говорите, что там профессионалы собрались на этом форуме. Еще раз, брендирование городов. Вы говорите, как оценили спикеры и эксперты форума ваш проект с вятской росписью на домах, насколько я понимаю. Очень высокую оценку, вы пишете, спикеры и эксперты дали этому проекту. Оценили, как наиболее успешный проект в России среди внедренных проектов. Далее цитата Василия Дубейковского. Правильно я сказала? Дубейковского. Дубейковского. Да. Бренд города. Он говорит, кировский пример внедрения визуального стиля города лучший в стране. То есть лучше, чем в стране, лучше, чем в Москве. Самый-самый крутой. Для вас это явилось неожиданностью? Да, для меня это явилось неожиданностью. Расскажите, как все было? Ну, месяц назад я получил от Василия приглашение приехать, выступить. А кто такой вообще Василий Дубейковский? Это эксперт о сиборгировании городов. У него есть порядка десятка проектов городов, где он уже реально... города увидели, свои бренды, свои сроки. Ну, так, чтобы люди могли зайти в интернет, набрать Василия Дубейковского и понять, кто оценку давал. Да, да, да. То есть у него команда «Сиди в рынке» она называется, созвучно название форума. Команда интересная. Познакомился с ребятами. Честно говоря, даже захотел бы с ними поработать, потому что, ну, вообще здорово работают по технологии все. У них нет, дай-ка, что им придумаем. У них все системное. Они открыты для сотрудничества? Думаю, да. И на какой платформе они сотрудничества? На какой платформе точно не знаю, но в его команде есть люди из Минска, из Москвы, из разных, из Юрюпинска, из Добрянки, из разных городов России. То есть вот и границ нет. То есть, видимо, по принципу, скажем так. Но они зарабатывают на это? Да, они на этом зарабатывают, потому что создать бренд, это почему 95% попыток брендирования городов в России проваливается. Вот если так посмотреть историю за последние 5 лет. И на форуме это даже не обсуждалось, это уже давно известные факты, они обсуждались раньше вот именно на других форумах тоже в сетях, на блоге того же сети брендинга. Как кейсы разбирались? Потому что, как правило, делается так. Администрация собирает людей и говорит, давайте мы сейчас сделаем логотип и для этого устроим бесплатный конкурс. То есть люди до сих пор думают, что бренд города и логотип на основе бесплатного конкурса это одно и то же. А на самом деле это ведь не так. Что такое бренд? Бренд это торговая марка, несущая какую-то дополнительную ценность для целевой аудитории. Это я как маркетолог, уж просто определение выдаю. И эта ценность должна быть значимой для людей. В первую очередь для жителей города. А логотип и бренд это вещи очень разные. При этом, конечно, провалы. Повсеместно. Да, да, да. И сделать на общественных началах, вот меня когда спрашивали иногда и про Киров, бренд города невозможно. И даже ведь Дымковский предатель не бренд города, это всего лишь успешное внедрение визуального стиля города. Успешность, почему я еще думал... Но это вы так оцениваете, что успешно. И эксперты... Нет, почему они вот и меня оценили, я сам не могу говорить. Вот именно я был удивлен, что так выразили. Я думал, ну приеду, выступлю, все хорошо. Тем более, что я увидел там проект, там достаточно... Соберу кучу критики, ожидали критики. Критики в любом случае мы к ней готовы. Потому что невозможно понравиться всем. И там были конструктивные вопросы и предложения, мы их конкретно обсудили. И даже говорили, что мы довольны об этом. Это все хорошо. То есть не было там такой... Чуть побольше, чуть попозже мы все-таки. Да, да, да. Хорошо. А по брендированию бренд строить, это тяжелая работа. То есть и там вот Наташа Грант из Лондона, есть один слайд, тоже на блоге будет он. Значит, прежде чем делать бренд, спросите себя, зачем. Ну вот их команда делала наследие и так далее. Потому что мы задавали на форуме вопрос, а нужен ли бренд городу? Можно ли городу прожить без бренда? Можно? Конечно. Конечно можно. Просто, если ты уж влезаешь в это, скажем, дело, то должен понимать, что эта работа сложная. Потому что нужна команда специалистов. И, конечно, на общественных началах ее невозможно сделать это точно. Потому что даже наемные люди, вот их команда, допустим, работает, я спрашивал, 9 месяцев занимают. Только до презентации этого бренда людям города. Только как бы до другой точки дойти, скажем так. Потом уже жизнь встречается. Тогда зачем вот те города, которые обращаются к профессионалам сейчас, скажем, не те 95%, а 5, которые обращаются к профессионалам, они зачем, с какими посылами обращаются? Для чего им этот бренд? Им хочется... Задачи, как у всех одинаковые. Им хочется, чтобы жители не покидали это место, не сокращалась естественность. Им хочется, чтобы туристы с большей охотой приезжали и больше оставляли средний чек. Ну уж так, если закуплюзиться и говорить. И, ну, понятно, про инвесторов наиболее тяжелая целевая аудитория, это инвесторы. То есть, как бы, понятно, что хотелось бы, чтобы приходили, и капитал приходил в эти регионы. Вот. Конечно, более-менее легче получается пока, может быть, с туристами, чем с жителями и инвесторами. Потому что сохранить... С туристами. Да, с туристами легче, потому что брендированная продукция, четкая позиция, значит, какого-то города, малого города, как правило, она помогает именно, ну, иметь, во-первых, свое лицо, и, во-вторых, ну, отвечает на вопрос, а зачем вообще к вам ехать? Вот в смысле чего? И это все выражается в фразе из трех слов. Вот сама сложность в этом, потому что все гениальное просто, очень сложно создать простую вещь. Это вот эта фраза, все гениальное просто. Нет, я сейчас просто продолжаю разговор. Очень сложно создать фразу простую, очень сложно сделать просто, очень сложно. И наоборот, очень просто сделать сложно, наворотить огород какой-нибудь там, который никому не будет понятен и так далее. Поэтому это системная работа, которую люди не видят. Люди видят, как верхушка айсберга, логотип, как правило, и думают, что это бренд, это ошибка, вот главная ошибка. Поэтому у нас же были попытки собираться, и, слава богу, я был на этих собраниях. В городской администрации. Да, да, я также точно, даже не зная половину того, что сейчас, например, жизнь идет вперед, я говорил, что бесплатный конкурс это утопия сразу же. То есть это ни одного успешного случая в стране нет, что на основе бесплатного конкурса был вырван логотип. И опять же, логотип это не бренд, это сразу. И что в то время отвечали вам городской администрации? Ну, там была группа, видите, вот группа разных людей приехала. Все люди разные, кто-то там... Это вы сейчас про форум. А, извините, про городскую администрацию, да. Когда вы говорили, что бесплатный сыр только в Мышеловке. Там была группа разных людей, приглашена на эту встречу. И они все люди разные. Ну, Лебед, Рак, еще хочу сказать. Они высказались. Да, да, да. Ну, и все осталось на том уровне. И хорошо, что осталось. Потому что это очень серьезная, правда, работа. То есть не время. Иногда на базе местных институтов, я знаю, что ВИАДГУ собирается в этом году делать, и не грант выиграли, и проводятся исследования городские. С чем вы ассоциируетесь в свой город? Ну, хочу сказать честно, ответ очевиден заранее. Исследования уже проводили от институтов. Дымковская игрушка 65% сразу землю. То есть, как бы, примерно вот такой вот... Это, правда, сильный символ. Его избегать не нужно, он есть уже. Другое дело, как этот символ используется. Да, это второй вопрос. Второй вопрос, действительно. Потому что сам-то промысел, конечно, ничего не вытащит. Игрушка достаточно дорогая. От барыни купить скорбайм за полторы тысячи, и то их еще и нет. От мастерицы люди не идут. Там очень много сложностей, бюджетная поддержка и так далее. Поэтому сам промысел ничего не вытащит. Ну, вот, кстати говоря, про мастерицы, про дымковскую игрушку тоже поговорим. Да. Возвращаемся к форуму. Давайте. Что еще? Итак, вас обозначили как самый успешный проект. Какие... Ну, один из самых успешных там. Какие пожелания были, или какие вопросы возникли? Вопросы были, пожелания были внедрять во все сферы, не только стаканчики и пакеты там. Которые вы привезли на форум. Да, 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 и одежду делать. То есть прикладной характер очень важен. Потому что Хохломаях жил давно же это делать, на самом деле. И у них даже у Рюбински есть эти буховые бабушки для айпадов. Это как бы интересно и смешно. Подаришься на набор там и так далее. Вот. Конечно, надо пытаться, чтобы, ну, посмотрелось красиво. И что еще даже удивило, шадринская роспись. Я даже не знал о такой росписи раньше. В интернете посмотрел, очень красиво. Увез преподаватель, старший преподаватель федерального Уральского университета. Алексей Беритвинов вез с собой стаканчик бережно в руке. Я говорю, мы будем шадринскую роспись тоже прикладным образом. Посмотрите, как хорошо. Мы будем эту шадринскую роспись вот так поднимать, таким образом, через простые предметы. Будем не греть туда. В общем, очень тепло мы это все обсуждали. Вот. И какие еще были советы? Советы были попробовать, пособирать деньги с помощью... Краудфандинг. Да, да, я вообще сложно не могу неправильно выговорить. Вот. Мы как-то скептически к этому инструменту относились, но, наверное, задумаемся в нем тоже, потому что все равно финансируем тяжело искать. Так, и вы, вот в вашем блоге, я прям тоже процитирую, вы сказали по поводу брендирования городов, это уже ваше высказывание, что процесс сложный, цена ошибки высока. Да. Поэтому главный вывод, который можно сделать после форума, следующий. Если заниматься брендированием города, то надо это делать основательно, серьезно, пошагово, системные долги, в противном случае лучше не начинать. Вот ваша деятельность, которой вы сейчас занимаетесь, да, вот визуализация вятской росписи на объектах каких-то архитектурных, это что такое? Это все-таки какие-то шаги в брендировании города или что это? Это не брендирование города точно, это просто удачно. Почему? Я еще думал, я удивился сначала, почему они считают наш проект успешным. Ведь там выходили на сцену и другие успешные проекты тоже, и они даже мне тоже очень понравились, но они хороши для своих областей, там, где я живу, допустим, я сибиряк, но у нас никак не пойдет, это для Сибири хорошо. Вот, открыл Девусток тоже там, в своей ситуации. Вот, поэтому у нас что получилось? Я сделал вывод такой, потому что когда люди начинают, специалисты именно, и ученые про это говорили, начинать исследование первичное, вот, допустим, городу бренд, они же сначала начинают изучать ситуацию. И они связывают первым делом то, а что связывает жители города, что наиболее, скажем так, яркое, момент, событие там, культурное, что-то и так далее. Ну, какой-то элемент, я, может, сейчас не точно выражусь, или научным языком, но какой-то элемент, который очень тесно люди с собой отождествляют. Чтобы он потом, чтобы это не было, бренд навязан сверху, это же тоже часть правилов. А вот, вот вопрос был, вы-то чем сейчас занимаетесь? Вот эта авиадская роспись на домах и других объектах, это что такое? Это шаг к брендированию? Это часть системной работы, или что это? Если мы говорим о визуальном стиле города, в чьей панели я выступал, это, ну, вполне системная работа. Пусть там она, конечно, может и критику где-то не выдержать в каких-то местах, но, тем не менее, это системная пошаговая работа. Вот, и может ли стать, вот, визуальный стиль города частью будущего бренда, если он когда-нибудь будет? Да, может, это точно. То есть у вас... Он просто чуть раньше сделал, чем... Просто, посмотрите, Светлана, какая ситуация. Если бы мы искренне захотели сделать бренд города Кирова, мы знаем с вами, что такое Киров, мы знаем людей наших, я думаю так, мы годика три пособирались бы на разных уровнях, и на этом, наверное, все бы закончилось. Потому что мы бы не договорились ни о чем. Вот этот риск, он бы нас остановил. Потому что теоретически мы должны были сначала все это проделать, пособираться, все прорисовать, и только потом дымку внедрять. Это правильно, так и должно быть. Но есть такая доктрина, можно ждать идеального плана и ничего не сделать, да? А можно уже начинать делать, скажем, там, по плану на четыре. И у тебя может получиться, так и вышло. Да, вот скажите, пожалуйста, брендирование города, это современная такая тенденция? Это шаг в будущее, или что это такое? Ну, вообще, это повышает стоимость и в бизнесе, и в городах, это повышает стоимость активов. Город, это, в любом случае, актив, человеческий актив, капитал. Вот я сейчас хочу как раз вот тут процитировать слушателя, который вам написал вопрос, Иван, на нашем сайте, хакера.ру. Он как раз вас спрашивает, в какую сторону направлено брендирование, в ту территорию, а, в какую сторону направлено брендирование, в ту территорию будет развиваться. Это его мнение. Дымка, говорит он, это взгляд в прошлое. Я не соглашусь, но, как взгляд в прошлое, сталкиваясь с различным мнением в рамках этого проекта, я заметил следующее. Часть людей, ну, процентов 5-7 может быть, я могу ошибаться, но по ощущениям так. Часть людей не приемлют вообще, в принципе, ничего, то, что из прошло. Им это кажется несовременно, это скачок назад и так далее. Это люди, они такие по типу личности, как Левша и Правша. Они не лучше, не хуже других, они просто вот такие. А остальная часть людей вполне считает, что дымковский стиль, стилизовать и сделать его современным, это нормально. И тем более типы мира есть. Мало того, ну давайте вспомним, ведь Мерседес, который не назовешь компанией, ретро-компанией и так далее, Мерседес на показе МО, когда он организовывал, там, в 2012 году, использовал дымковские мотивы одежды. Мы должны это понимать. Да, вот теперь про форму использования Вы говорите. Сделать ее современным и так далее. Вы оцениваете то, как Вы используете авиадскую роспись и ее элементы, как современные использования высокого уровня? Уровень, он постоянно разный. Вот если мы, допустим, поговорим о входе в парк, действительно, это начальный был проект. Если мы делали бы сейчас его с нуля, например, мы же сейчас только ремонтировали, то мы, конечно, бы предложили бы другой вариант. Вот и были первые шаги. Причем их, ну, блинковым я бы не назвал. Просто мы растем, смотрим, как это... Это же новое дело для дымковского промысла, так же раньше никто не делал. Потому, кстати, часть людей иногда против выражается, да, так же нельзя, ну как же так, и так далее. На самом деле все можно, и вот видите, в принципе, оценка хорошая получает. То есть Вы считаете, что это действительно высокого уровня. А Вы разрабатывали вот эти рисунки совместно с профессионалами, с какими-то архитекторами, специалистами в урбанистике и так далее? Как складывается работа, посмотрите, то есть... Ну, четко скажите, да или нет? Четко говорю, все-таки вы уже сказать про три шага. Берется орнамент. Дизайнерам, профессионалам высокого уровня, он адаптируется под конкретную поверхность. Это кто такие профессионалы высокого уровня? Дизайнер, член Союз дизайнеров. Союз дизайнеров не попадешь просто так. Наши местные. Да, это очень высокие требования. А фамилию можно назвать? Дмитрий Лизаров, да, он везде у нас есть. Мы все, мы работаем только с ним. И дальше, после того, как он этот элемент, эти элементы наслаивает на нужный объект, мы еще едем по Серицам, и там сверкнемся, и все официально принимается. Там тоже все члены Союза художников. То есть там у всех очень высокие... А этот товарищ, мастерица, понятно, члены Союза художников. Дмитрий Лизаров, он дизайнер в какой области? Он архитектор, он урбанист. Архитектор, урбанист. То есть он насколько вот это может осознать, способен, да, вот, насколько это в специфике его деятельности, как вклиниваются эти элементы в общую картинку города? Ну, он не архитектор, он не урбанист. То есть вот этих специалистов не было в проекте? Они не участвовали? В проекте их не было. Мало того, с архитекторами, ну, надо как-то, не знаю, инициативу, что ли, от них какую-то получить, не знаю. Хотя бы от наших таких-то архитектор? Ни разу к вам не обращались, там, или с предложениями, или с той же критикой? С предложениями не обращались, с критикой мы общались, по критике обсуждали. Если они критиковали и были там архитекторы, почему же они ничего не предлагали? Вот это меня тоже волнует и удивляет, потому что мы готовы действительно учитывать это мнение. Это было бы еще лучше, и вы правы здесь, когда поднимаете эти вопросы. Вот, но некоторая пассивность есть. Вот, отрицательная активность существует. Вот, допустим, вот запретить, там, что-то, выйдем на улицу с пикетами, это у нас хорошо. Да, да, да. А, допустим, положительная активность или нет? Есть только диван на разговоры, скажем так. Вот, поэтому, да, мы обсуждаем, мы ко всем открытым, мы ни от кого не бегаем. Обсуждаем открытые, даже неудобные вопросы у нас бывают, даже незавершенные вопросы. Вот, но что мне нравится, всегда они идут с уважением, в принципе, нормально. То есть, даже если какая-то там черта пытается переступиться, то тут все восстанавливается. Вот Андрей вас спрашивает на сайте нашем. Алексей, узор дымки в качестве элемента брендирования к чему должен побуждать целевую группу? Попытка узнавания дифференциации нашего региона – это далеко не основная цель брендирования. То есть, вопрос и утверждение. Какая у вас целевая группа? Я согласен. Целевая группа у нас – жители и приезжие гости города. Две целевые группы. То есть, жителям, ну, нравится по ряду вопросов там, ну, примерно, средний процент 80%. За что вы? За это, да, это правильно. А как вы смогли? У нас опросов, кстати говоря, вот, когда я выступал, я привел 10 или 15 опросов различного характера. И люди удивились, что как здорово вы за опросы все время ссылаетесь. Там до 90% удовольствия. А опросы силами на клубы маркетологов? Нет, даже противники проводили опросы, мы все собрали. А какое количество людей было опрошено? В общей сложности тысяч, наверное, по 10, может быть, меньше. Какие серьезные? Ну, 10, может, я не считал точно, точно больше 5 тысяч точно. Вот еще хороший вопрос, это уж извините, выдернуло из вашей открытой переписки с Данилом Маминым. Он вам пишет, это известный тоже фотограф, я не знаю... Да вы с Данилом, в хорошем отношении. Чем? Я не правильно. Я знаю его как фотограф, я так понимаю, он тоже был когда-то на совещании в городе по поводу брендирования, как раз. Насколько я понимаю из его Фейсбука. Он говорит, брендирование территории это совсем не брендирование товара. Как воспринимаете это, Алексей? Это далеко не красивая упаковка и надпись «Купите со скидкой». Это работа совсем другого уровня, скажем так. СМИ-активность, например. Да, вот он говорит, что популярность белых гораздо ближе к брендированию территории, чем дымка во всех ее квадратных метрах. Вот из всего этого, что пишет Данил, я, кстати говоря, здесь согласна, что у нас Никита Юрьевич своеобразный бренд в регионе. Да, но Никита Юрьевич, когда-то он уйдет. Да, смотрите, но он тут затрагивает очень интересный момент. Это как раз продвижение через СМИ, да, неважно, интернет, там, контент какой-то и все прочее. Какова ваша активность в отношении продвижения вот этой вятской росписи, как элемента, да, городской среды, вот как раз в СМИ? Только ли наши местные СМИ задействованы? Или вы уже вышли на уровень, там, федеральных каких-то каналов? Мы сами никуда не уходили на уровень федеральной, с местными своими взаимодействиями, то есть любые наши шаги рассылаются при стрелизе, вот, а с федеральными, ну, был один звонок, есть зря новости, ни наоборот, и все, вот так, сами по себе. Но в целом, знаете, что еще, вот, есть... А вы как считаете, показательно будет, если вдруг эта вятская роспись на наших домах попадет в федеральные СМИ, любые, не знаю, профильные программы какие-то, это тоже показательно, но пока этого нет, да? Ну, смотрите, вот, была жеребьевка, по первому каналу, по центральному, был сюжет, была жеребьевка чемпионата мира 2018. Там дымковские мотивы очень были хорошо применены. Слушайте, ну, на Олимпиаде в Сочи... Олимпиаде было искажено, кстати говоря. Там был серьезный... А мне так понравилось? Понравилось, но там... Вот это современно, мне кажется, очень... Современно, но эскаверкальный стиль. Но если мы идем вперед, может быть, не оглядываться надо? Тогда мы с мастерицей крутые вступаем. Все здесь, в чем... А при чем тут мастерицы, извините? Они не имеют авторского права на... Ну, они предельцы, промысл все-таки не надо его убивать, и здесь так... Промысел промыслом, игрушка игрушка, а дизайн городской совершенно другой. Нет, смотрите, вот я про другое скажу. Дымковский... Сто процентное канонов, это гарантия того, что вот такой брендинг будет более успешен, чем переложение его на современные мастерицы. Но успешность он не повлияет никак. То есть он может быть одинаково успешен и с канонами, и без. Но все же, если мы можем соблюсти каноны, почему этого не сделать? Зачем нам их портить? Вот смотрите, вот есть же такой опыт хохловых желен. Они же давно в прикладных сферах используются. Я что-то не помню, что там дома вели раскрашены хохловые. В том числе и дома, какие-то части дома тоже красят. Но суть-то в том, что и самолеты, и так далее. Суть в том, что они очень переживают, что коверкается только путь. Есть специально тоже материалы. Вы не считаете, что это разные совсем вещи? Кромысел это одно, а то, как выглядит этот город, эти дома, это другое. И как это презентуется для как раз тех самых туристов, если мы говорим, что это целевая группа, которая первой должна откликнуться на некий брендинг. И жители-туристы очень-очень хорошо отзывы оставляют. То есть я лично сам не слышал отзыва, что что-то... То есть вы сейчас категорически против того, чтобы дымковские мотивы как-то были изменены в своих канонах, чтобы отойти от них можно было? Я считаю, что это будет ошибка. Вы считаете, что это ошибка? Просто это не мешает двигаться дальше, соблюдаю их планы. Люди по незнанию это делают, это другой вопрос. А специально зачем? Ну, сочинские дизайнеры, видимо, по незнанию это сделали. Те дизайнеры, которые открыть олимпиады в Сочи устроили... Они сделали по незнанию. Вы считаете, что по незнанию? Да. Я-то думала, что это задумка такая. Нет, нет, они просто по незнанию. Они бы сделали так же красиво, и мы с вами разницы бы не заметили, но каноны были бы соблюдены. Я же уверен, что вы, наверное, не подумали, что там не такая дымка, как обычно или... Абсолютно не подумала. Я была поражена просто этой современной интерпретацией, очень узнаваемой дымковской росписи, но современной интерпретацией... Светлана, было бы так же точно, что смотрелось, только... Это ваше утверждение, вы так считаете? Почему? Почему? Смотрите, там есть такие вещи, там точки не сочетаются с этими лепестками. Сиреневый цвет отсутствует, там есть такие вещи. А кому нужны были точки и лепестки на таком глобальном действии, как Олимпиада? Нет, я условно сейчас сказал, я сейчас не конкретно говорю про Олимпиаду. Я вот то же самое думаю про дома, например, про большие объекты. Причем, какая разница, будет там точка или нет, если будет почитаться дымковский мотив, цвета, но это будет все в стилистике, времени, там, ну, как-то так. Ну, тут мнение больше разделится, наверное, потому что есть у нас... Это все вопрос как раз обсуждения с профессиональным сообществом, и здесь, мне кажется, прежде всего, вот как раз нужно привлекать все эти... Если мы с вами говорим о привлечении дополнительных профессиональных сообществ, то, мне кажется, не стоит игнорировать дымковщанок. Все-таки это тоже профессиональное сообщество, и их мнение, не стоит не считаться, потому что... Хорошо. Потому что здесь нужно заменять. Окей, хорошо, хорошо. Смотрите, я хотела с вами еще немножечко отойти от дымковской росписи и от форума, и поговорить тоже о некой составляющей, наверное, того же брендирования. Это касается скверов и парков города Кирова. В частности, тут в разговоре с Николаем Голиком, который вчера был здесь в особом мнении, мы с ним обсуждали, к сожалению, не в эфире, очень жаль, обсуждали вопрос сквера около мэрии, которым поставили вот эти цветные танцующие фонтаны, который называется, если память не изменяет, сквер имени 60-летия СССР. У нас таких много, там, 50-летие ВЛКСН, 60-летие СССР и так далее. Я уж шепотом могу сказать, что и Киров тоже, это неисконное название нашего города, раз уж на то пошло. Ну, давайте вернемся, например, к скверу. Вы в нем побывали уже? Не успел. Но я видел в соцсетях, у меня была моя семья, я, конечно, очень хочу туда побывать. И говорят, что продлят период этих фонтанов до какого-то... Ну, если только не заманим. До температуры плюс 5, по-моему, да, я обязательно скажу. Смотрите, ну, вот есть сквер, который тоже сейчас облагораживается. Там какая-то еще гриновская роспись, граффити на стенах, там фонтаны, там все. И стоит большой такой памятник, камень, на котором написано, что это 6-летие ВЛКСН, соответствующая табличка. Вот это вот современно, вот это вот не требует брендирования, какого-то изменения, например. Не настало ли тогда время, чтобы мы меняли уже эти названия? Я не знаю, на какие-то старые, на какие-то совсем новые. Но что-то другое, тематическое. Вот я сейчас этот вопрос вам задаю, и даю вам 2 минуты подумать, потому что сейчас у меня срешла. Особое мнение на 101 этаж. Продолжается программа «Особое мнение», и сегодня свое особое мнение высказывает руководитель клуба маркетологов Кировской области Алексей Обжерин. И вот вопрос, который я вам задала до эфира. Не настало ли время переименовать скверы и парки нашего города, носящие там социалистические, так скажем, названия. 6-летие ВЛКСН, 50-летие СССР и так далее. Я считаю, что нужно подходить избирательно. Нам нельзя бросаться в крайности. Это очень большая беда вообще, бросаться в крайности. Есть какие-то объекты или части истории советского, которые надо обязательно сохранять. А есть части, которые сейчас удовлетворяют интересы очень маленькой группы людей. Допустим, там, потомственные комсомольцы, например, для них это дорого. Потомственные комсомольцы – это да. Может быть, им это очень дорого будет, вот это название, они были бы против, но... Вы были комсомольцами? Какой бы процент. Я был комсомольцем. Ну и как? Меня выгнали из комитета комсомола за рассказывание анекдотов. У нас похожие с вами истории, видимо. На пленарь здесь. Да. Так, вы бы хотели, у вас как-то это связано с какими-то переживаниями, воспоминаниями? Или вы бы готовы были там переменами? Нет, не связано, не связано. Вообще, у меня много людей, вот особенно сейчас, вот очень же много людей из России было, спрашивают, а почему Киров? Я говорю, ну, вот... А не Вятка. Да, почему Киров, а не Вятка? Это на форуме спрашивают? Да, и когда они узнают, что Киров не был в Кирове ни разу, они вообще, они еще больше в шоке. Зачем? А для чего? А все, как? Я говорю, ну, надо какое-то, видимо, время. А как называют наш город эти люди? Вятка все четко понимают. Вятка автомат все помнят, а просто руки подняют, там все 200 человек, все так вот руки подняли, все знают, вятка автомата и так далее. Нашу команду КВН или нашу машину стирают? Нет, машину, и, кстати говоря, предложили такое предложение из зала, а вы, говорит, хотя бы один объект, вот Буткин там предложили, немножко вот это, кстати, некрасиво сделать. Вы хотя бы в честь памяти один объект стилизуйте под вятку автомат. Я подумал, что это интересно, кстати. Почему? Сокрыли символ. Между прочим. Он же сильно очень был в Советском времени. Ну да, да, согласна. И магнитофон Олимп, по-моему. Олимп, о, мечта, так я не накипал денег на него. То есть что, скажите, пожалуйста, настало ли время, чтобы потихоньку внедрять в сознание людей новые образы, новые ассоциации в тех скверах и парках, которые носятся? Ну, новые образы, например, если связать его с тем же Грином, то, конечно, это будет не то, чтобы он новый совсем образ какой-то, прямо в сегодняшнее время. Также точно это будет отсыл к истории, но к нашему уважаемому земляку, которому мы можем радоваться, что у нас такое будет. Например, вот в этом сквере у Мэрии, да? Ну да, если, допустим, опять же, туристы будут там отдыхать, или отдыхающие хотите, если продавать сувениры с вашей же подачей, почему, кроме осоли... Это не с моей, это Голиков говорит, сувениры там Грином. Почему не кроме там осоли, там и маленькие кораблики с салами парусами? Кстати, осоль можно переместить от диорамы в Грином сквер. В Рассанге, да? Да, зачем так много девочек? На квадратный метр там... Конечно, да, да. Можно было бы, да? Да. Ну, опять же, с общественным мнением, конечно, аккуратно. То есть, прежде чем переименовывать, создать образ. Ну да. Да, ассоциацию какую-то у людей. Хорошо, понятно. Вот такой еще вопрос на нашем сайте от Михаила. Он непосредственно относится к вашей деятельности в бизнесе. Видимо, не все еще знают все-таки, чем вы в бизнесе были прославлены. Хотя мы с вами делали не один эфир по поводу как раз и развития бизнеса, и связывали это с рекламой. Он вспоминает, что вы занимались и занимаетесь, я насколько знаю, да, еще магазином динамика. В общем, цитирую. В чем, Алексей, состоят ваши достижения в бизнесе? Вы позиционируете... Это, между прочим, из клуба маркетологов, похоже, тоже связано. Вы позиционируете себя как сильный практик, но динамику, к которой вы имеете отношение, сложно назвать успешным проектом. Может быть, еще есть что-то? Ну, смотрите, динамика – это не громкий проект, это правда. Но успешный ли он? Ну, смотрите, с 97-го года, сколько лет получается, у нас уже практически 18 лет, бизнес рентабельный. Он пережил там две волны захода федерала. Он не умер, не упал. То есть у нас, по сути, сейчас сеть квадрат, сеть динамика. Ну да, это разная... Динамика в районах осталась. Да, динамика в районах. Это рентабельный бизнес, несмотря на то, что выручка в этот год упала, потому что товары подорожали. Бизнес рентабельный. А вот клуб маркетологов, разве это не бизнес-проект? Это некоммерческий проект чистой воды. И когда нам стали предлагать работу за деньги желающие, то мы сделали, создали группу «Пилотаж» на консалтингу. Где вы тоже директор? Ну, я руководитель проекта группы, мы под задачу набираем разных людей. Не обязательно из клуб маркетологов, но из клуб маркетологов, потому что тоже приглашают. И это уже бизнес-проект? Это уже коммерческий проект, у нас есть отдельный сайт. И кого вы обучаете? У нас там обучение всех желающих, которые, бизнес-проекты, первых лиц. И сами делаем, либо сами делаем, либо обучаем. Два направления. И это успешный бизнес-проект? Это успешный бизнес-проект. Группа «Пилотаж». И сколько уже длится деятельность этой группы? Эта группа длится деятельность, ну, неформально, года три уже. Формально она открыла свое лицо с начала этого года. Ряд проектов я пока обозначить не могу. У клиентов мы их завершили уже. Клиенты их скоро афишируют. И тогда мы начнем их тоже рассказывать, как все создавалось. Пока сейчас я не могу раньше. Маркетологи предприятий к вам приходят тоже? Нет, только директора. Только директора? Мы только с первыми лицами работаем. Консалтинг, вот такая штука, что нам на самверху. А это только консалтинг? Консалтинг, и мы еще и разрабатываем, реализуем по желанию. А вот с маркетологами, рекламщиками вы работаете в рамках клуба маркетологов, который бесплатный проект? Да, там очень хорошая атмосфера. Вот меня тоже девушка с Краснодара спрашивала, как так? У нас в Краснодаре 2 миллиона жителей, численно срастет, в отличие от других городов. Как так? У нас три клуба маркетологов создавалось, все развалились. Как ваш клуб живет уже 9-й год? Я говорю, ну вот вы знаете, мы посмотрели наши цели и задачи за 8 лет. Какая цель была главная? Чтобы маркетинг служил людям, двоеточие, обществу, бизнесу, власти. Странно, я думала, что маркетинг прежде всего должен бизнесу служить. Ну, видите, обращаю, и запросы в эти классы тоже происходят, в том числе. Мы как бы все взяли, почему не можем, везде маркетинг должен быть. Кстати говоря, я давно эту тему обсуждаю, что при приятии важнейших решений, даже на политическом уровне, маркетологов тоже бы на стратегическом уровне... А как, кстати говоря, профессиональное сообщество, которое не посещает ваш клуб, никогда не слушало ваших семинаров, не участвовало в них и так далее, как они относятся к тому, какого качества выходят специалисты из этого клуба, нет ли там каких-то противоречий. Я сразу признаюсь, я слышала много критики в адрес деятельности клуба по итогу, что именно со стороны взаимодействия рекламных агентств и рекламных служб и с чем они сталкиваются на выходе с вашими специалистами. Задача ли маркетологов ваших обучать, например, и ставить условия рекламным агентствам? Это такая частная проблема, но она есть, уж я озвучу. Жалоба была следующая в этот адрес, что приходят рекламщики, а маркетолог их хочет, как делать рекламу. Это правильно? К сожалению, это мировая тенденция. Если раньше компания, это не мои слова, это Серхио Зайба, бархатная революция в рекламе, его книжка, там написано следующее. А это кто? Он из какой страны, Серхио? Он из США, он в Кольковой поле много лет работал. Американский специалист диктует нам. Не то чтобы диктует, но суть в том, что тенденция туда уже пошла. Он говорит следующее, что раньше клиенты отдавали нотку рекламным агентствам все свои рекламные бюджеты, ну просто подключить. Сейчас в данный момент вынуждены компании из-за жесткой конкуренции брать в свои руки именно проектирование этой рекламы, стратегические вещи, которые рекламным агентствам доступны по, ну, скажем так, по их уровню квалификации. Они хороши в рекламном бизнесе. То есть вы считаете, что девушка 24-х лет, окончившая клуб маркетологов, способна выстроить маркетинговую компанию и рекламную компанию и отстроить рекламные продукты и отдать их просто на производство какой-нибудь продакшен. Возраст здесь не имеет значения. У нас на курсе двухмесячных очень тяжелый курс рекламный 0, кстати, 10-й поток, тут тоже номера, уже строят через две недели. Суть не в этом. Ну, не важно какой возраст, после двухмесячных курсов человек способен создать стратегию. Да, мы просто на российских мировых примерах показываем, какие шаги надо совершить, чтобы реклама работала, и все. Рекламные агентства этими знаниями не обладают, к сожалению. Серьезно вы так считаете? Да, я знаю, это так. Хотя мы эти рекламные агентства любим и привлекаем к работе, потому что, ну, здесь знаете, как я разделю вас, что для понимания. Допустим, вот, хочет человек построить дом, идет к строителям и говорит, постройка мне дом, ты же лучше разбираешься в строительстве. Тот начинает строить дом, а ему не понравился дизайн этого дома, архитектурная часть. Или, например, у него треснул какой-нибудь там элемент, не было спроектирования, то есть строитель без проекта построил. Так вот, если мы здесь разделим эти части, то мы говорим о проектировании рекламы, ее мало кто умеет делать, это правда. Даже на российском уровне у нас примерно там 50 на 50. Есть реклама по системе сделана, а есть просто так, крик, ну, что как-нибудь, вот так, лишь бы прикольно было. Вот, и это мировая дискуссия, на самом деле, это же в технишках уже много раз описано. Вот, а, значит, рекламщики, они как строители, они уже строят по проекту, вот надо им проект давать, принесить, вот об этом речь. И этому вы учите маркетологов двухмесячных курсов. Да, все. А давайте тогда у нас есть еще пять минут про рекламный рынок, и раз уж мы упомянули рекламные агентства, мы их оценим. Вообще, плотно у нас занята эта ниша рекламными агентствами в городе Кирео? Рекламных агентств достаточно много, с разной ценовой политикой. Иногда у них получаются действительно хорошие вещи, но здесь, к сожалению, надо констатировать такую штуку, что если по графике мы научились примерно неплохо работать, графика хорошо получается, например, да, то по содержанию у нас очень слабо происходит, потому что содержание... И это вина рекламных агентств? Да не вина, они не виноваты в этом. Это может быть как раз, сейчас просто идет переходный процесс. Вот эту нишу надо заполнять, и вот в том числе, если какой-то с нашей помощью она заполняется, и это нормально. В большом корпоративном мире люди забирают в себе точно, ну, как бы, или заказывают специализированным там агентствам, и так далее. Не местные, не региональные, крупные. Или крупному рекламному месту, где очень большие бюджеты, потому что это отдельная работа вообще, споректировать правильную рекламу, это отдельная работа, которая даже начинается задолго до проектирования рекламы. Но есть хоть одно у нас агентство высокого уровня, которое способно понять отчаяние клиентов и создать продукт? От и до? В Кирове? Нет, с июзом. Ну, может быть, не от и до, но качественный продукт предложить на запрос клиента. По форме качественный предложат, по содержанию тяжело, нет технологий, не применяют просто. Мы применяем, помогаем. Ну, понятно. Тогда еще есть еще три минутки вообще по рекламному рынку. Я тут посмотрела отчет за сентябрь месяц, что творится на рекламном рынке России, и вижу, что впервые за все время существования интернет-рекламы она заняла 30% рынка. И специалисты говорят, буквально вот последних дней публикаций, специалисты говорят, что именно реклама в интернете будет развиваться в ближайшие 5-6 лет и отвоевать все больше и больше кусок рекламного рынка. А в Кирове так же происходит. Это для рекламодателей сейчас, для тех, кто нас слушает. Вот такой вопрос. Потому что такое ощущение, что к интернет-рекламе все-таки рекламодатели еще относятся по остаточному принципу. Вот я дам телевизионную рекламу, газету, на радио, а довескам в интернет. Или нет? Или тоже уже эта тенденция наблюдается у нас в Кирове и на интернет в первую очередь обращают внимание? Без интернета сейчас мы шагу вступить, конечно, не можем. Но надо здесь понимать две вещи. Если продукт массовый, то будут определенное количество запросов. Вот, допустим, Яндекс.Директ, чтобы у вас там поисковика выходило. Если мы работаем только на Кировской области, у нас может так получиться, что очень мало запросов. Поэтому работа в интернете будет бессмысленной в этом случае. Иногда этого клиенты не понимают, а некоторые подрядчики все-таки оказывают эти услуги. Нет, меня интересует сейчас вот конкретный вопрос. У нас такая же ситуация, как в целом по стране, что рекламодатели идут в интернет все больше и больше. Или у нас ситуация другая? У нас используют традиционные каналы размещения. Пока мы отстаем, только потому, что наш рынок очень небольшой кировский. Но тенденции туда идут... Потребительский рынок небольшой. Рекламу в интернете вы имеете в виду? Да, мало запросов. На российском масштабе достаточно, а на кировском их пока мало. И сколько лет у нас такая еще будет тенденция кирова? Ну, вы смотрите, она же идет, развивается. Чем связано, когда будет переломный момент, когда рекламодатель скажет, окей, мы видим, что реклама в интернете, она так же весома, как, например, на телеке. А мы знаем, что телевизор до сих пор еще ведущий канал. Вы сами удивились, телевизор такой дорогой вид рекламы, и мы многим клиентам говорим, не надо давать. Но вопросы показывают, что телевизор силен пока. Очень силен в Кировской области. И он на всей стране силен, не только в Кировской области. Что должно произойти в нашей области? Наружная реклама. Больше интернета везде. Наибольшее давление испытала почему-то наружная реклама, причем в Москве и везде, везде, везде. Это-то мы поняли. Вопрос мой следующий. Интернет идет вперед, развивается, но с меньшими темпами, чем в России. Что в Кирове должно произойти, чтобы мы поняли, что потребителей в интернете стало больше? Потребителей в интернете, что произойти, даже не могу сказать. Естественным путем все сложится, мне так кажется. Да, потому что в интернете чем хорошо? Тем, что можно померить результат. Сколько тюкнуло человек и пришло нас. Это очень хорошо. При обычных видах рекламы в том же телевизоре это сложно сделать. То есть ты не можешь четко оцифровать, сколько людей пришло. И это тоже такой момент для обсуждения. В интернете это подкупает. Туда люди так-то идут. Но иногда не получается должного отклика от интернет-рекламных компаний. Мы тут как бы в нестатичном сейчас положении. Мы развиваемся. Весь рынок развивается. Развиваемся, но отстаем. Отстаем только потому, что у нас рынок уже меньше. Только поэтому. Но опять же это тоже плюс. Мы можем видеть, как происходит Россия и понимать, что у нас ждет здесь Кирова. Через 5-7 лет. Нет, нет, год-два. Года-два. Год-два. Спасибо большое за информацию, которую вы нам сегодня озвучили. И за ваше мнение. Я напоминаю, сегодня вы слушали особое мнение руководителя клуба маркетологов Алексея Обжерина. Блог на сайте эхакирова.ру. Спустя час наполнится еще и фотографиями. Называется он «Прошу, брошу все, еду в Урюпинск». Это сегодняшний блог Алексея Обжерина. Заходите, ознакомьтесь с ним на сайте эхакирова.ру. Спасибо.